Я ничего не жравши Ребятня, всем привет! У нас сегодня с вами будет такой travel vlog Знаете, что я люблю путешествовать по Беларуси И что-то я как-то, не знаю, сидел на работе Что-то думал, 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 думал Блин, для вас ничего не снимаю, ничего не делаю То выпадают у меня хорошие выходные В принципе, я подумал, почему бы нам с вами не съездить Типа, целый вечер сидел Так вам ни черта не видно Целый вечер сидел, думал И, короче, решил, блин, никогда не был Точнее, был, но очень мало я был в Гродно И поэтому решил сегодня на ночном поезде Поехать в Гродно Потусить денек в Гродно А вот и не денек, не знаю, короче Короче, отправляемся мы сейчас на вокзал Где-то у меня выезд через часа два Два с половиной И на поезде поедем, в принципе, мы До Гродно Будем в Гродно Мы завтра утром, короче Вот такие у нас пока планы на эту поездочку Что, ребят, у меня немножко потемело что-то Я тут даже не пристал внимания Доехал я до вокзала Но приехал я на Часок рановато А вот, то есть у меня где-то плюс-минус еще час Думаю пойти, может, не знаю, либо какой кофейлюм Либо, может, взять, может, какой киевси Короче, ребят надо убить Час Хочу подметить, я, кстати, после работы И поэтому я ничего не жравши Короче, у меня поездочка с бухты-барахты Ладно Буду идти сейчас подумать что захавать И главное мне не опоздать на свой поездок Закинулся местечко, забил Это заберу свой заказик Чисто такой, новкий перекус Скажешь, что там все купил парочку бутеров Ну вот Но забыл купить воды Надо будет тоже где-то заскочить Тут в киоске в переходе Добавить воды Было вкусненько Только я вот думаю, что я щас объелся А у меня там еще, знаете, с собойка Как не в себя Вот Есть вероятность, что я ее щас не съем И приеду, выкину, потому что она себя испортится Ну, знаете, там такое Типа в вакуумных пакетах Типа бутеров Вот Ну что Идем ищем в воду И потихо отправляемся У Гродно Не помню, говорил я вам, почему я в Гродно поехал или нет Я во многих городах Беларуси был А вот как-то подумал Где они не были Я сейчас хотел, знаете, не в большие города ехать А в какие-то маленькие Типа там, как мы с вами ездили Вне, свершив, в эти Гервяты Вот А потом подумал, что, блин, я никогда не был в Гродно Гродно тоже красивый город Почему не съездить туда Вот Учитывая, что он большой и мы оттуда полюбаться с вами уедем а вот поэтому где-то у меня сейчас поездок мой через минут 30 наверное мой 20 вот хочу пораньше прийти чтобы знаете уже наверняка тоже всем путаюсь и теряюсь куда мне надо ехать и где-то куда какой на какую платформу от убежать знаете что я понял что я ни черта не ориентируюсь по этому табло то есть я смотрю на табло и ничего не понимаю куда мне идти я смотрю на табло грежу взгляд на всякие таблички где написаны эти платформы и забываю о каком я платформа начинать смотреть на табло на табличке надеюсь я не фокусируюсь надеюсь я еду правильно в зале постоянно здесь делают какую-то фотозону одна разная тематика сейчас тематика пляж лето ну и люди фоткаются это с вами все приезжали и не помню как-то зимой когда здесь было знаете типа оля фотозона в стилистике гарри поттера вот здесь аллею сделали короче максимально украшают вокзал уважаю вокзал и прям не могу я уже миллионы раз вам рассказывал что поезда вокзалы это моя страсть вот прям не знаю почему но очень люблю очень люблю путешествие на поездах вот мы в минске а едем перейти а гродно где внизу обдавите сориентируюсь гомель а у гродно мы вот сюда вот ездим вот сюда наш маршрут центра минска сюда хоть снимали парочку вагонов чего мой вагон третий и вот он такой он такой он дал мой номер верно из кондиционера сверху мы такие кондиционеры ну на столько бы я знал ну на 40 минут ужас а что мы поедем попозже да Так, меня поснимать не удается, вышел я в тамбу, все, конечно, выходить нельзя, но пока проводиться нету, думаю, нормально будет. Так, лежу я на верхней полке, на боковушке, снизу кто-то должен быть, но пока никого нету, сижу за столиком, сейчас где-то у нас сколько примерно, сейчас скажу, где спит час. Честно, не знаю где, пока сижу, смотрю в окошко, иногда телефон залипает, ничего не зарядил, ни камеру, ни телефон, чтобы мне очень сильно отвечали. Ехать там с часа утра, я не знаю, типа, в шесть утра вроде прибыть или во сколько, но не знаю. Потом буду еще делать подъемочки, уже потом, наверное, раз в тридцать его будет, потому что там, где туалет, там стоят какие-то малолетки, пацаны, и там шушукаются, я уже туда не ходил, думал, чтобы никому не мешать. А около меня все спят, поэтому ничего не поговорить, не рассказать, не показать. Вот, давно я так не ездил, тут, в принципе, показать-то нечего, но вот, просто встаю в тамбуре. Все, залез наверх, всем спокойной ночи. Приехали уже. Бывает. Доброе утрец. Я хлянула доброе. Честно, я понял, что для меня эти лежанки не для меня, потому что там пополам мне надо было сложиться, чтобы не спать. Ночка прошла. Ломит все. Короче, доехали. Сейчас где-то 6 утра. Пока я без понятия, куда можно вообще пойти, что делать. Будем думать. Пока еще планирую выйти и найти туалет. Немножечко кумиться. На самом деле, какое-то немножко у меня странное такое ощущение. Я в последний раз на поездах ездил, именно на таких, на самом деле, надо лежать. Наверное, лет 10, блин, здесь не 15 назад. И честно, я что, с того момента вырос? Я же должен, наоборот, уже был. Но, если честно, еле-еле я отлежал, потому что болит все, и я полностью не влазил. Ещё раз всем добрым утром. Как начать снимать, как начали гудеть. Сейчас 6 утра, заняться нечем. Тут написано, какая-то кафешка, 24 на 7. Пойду хотя бы мою это кофею, бахну. И заодно положу в интернете, куда можно в Городное покатить. Городное тоже такой, не очень маленький город вообще-то. Ну, вверх, возможно, маленький. А в ширину довольно-таки большой. Короче, будем что думать. Короче, заказал я себе блинчики с ветчиной, кофе, водичку взял. Пока всё равно в самом утро некуда идти. Очень рано приехал поезд. Поэтому где-то плюс минут, часок, надо где-то перекантоваться. Надеюсь, сегодня в погоде повезёт. Скачал я себе приложение, мы посмели, как оно так называется, которым я ещё пользовался во Франции. Типа, отличное приложение. Без интернета работает, но тут с интернетом не проблема у меня, поэтому будем ориентироваться по нему. Короче, не знаю, куда идти. Первым делом пойдём в сторону центра, а походу уже будем расчехляться и смотреть, может, что интересненько на глаза и попадётся. Пока шёл, смотрите, уже первая церква у нас какая-то католическая. Давайте я её поднимаю. Что мне пока нравится в Гродно, не знаю, может быть, потому что я на какой-то окраине, я походу не знаю, потому что я тут буквально максимум в километре хожу, что очень маленькие дома и маленькие улочки, как я люблю, ну вот, ну, я уже, наверное, миллиарды это раз говорил, типа, что, что это у нас, кстати, а я отсюда не вижу, что написано, что это за церковь. Короче, вот такая у нас церковь, что я вот люблю маленькие улочки, и, знаете, когда вот ты идёшь, например, дома, 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 такие, знаете, старенькие, маленькие, а потом такой херак, и какая-нибудь там церковь или херак, какое-нибудь красивое здание, типа, историческое, старое, вот что мне нравится. Блин, какой-то свет не очень, вот, наверное, так надо снимать сверху вниз, что, в принципе, правильно, а не так, как обычно я. Вот. Понятное дело, что сейчас всё закрыто, на улицах людей совсем нету. Вот ещё прикольно, что я заметил, у них, у нас такого кстиминской штуки нету, там, наверное, не видно. На всяких зданиях висит QR-код, правильно сказал? Вот, и на церкве тоже, что, в принципе, ты можешь подойти, отсканировать и прочитать, что это такое, но туда не пройти, она закрыта. А, нет, она открыта. Сейчас пойдём, посмотрю за QR-ю. Написано, лютеранская кирха или кирха, правильно не могу прочитать, не знаю, куда-то мудрение ставить. Сейчас QR-код бахну. Блин, блинский. Короче, мучился, мучился, неактивен. Возможно, только такое нововведение только недавно сделали, поэтому всё, что мы можем узнать, а гуглить я не хочу, понятное дело, вот. Лютеранская кирха, кирха, вот. Какой вот наш церковь. Сейчас, а, как в прошлом видео, кстати, был этот прикол, когда мне кто-то писал, вот, ты тоже, мы куда-то ездили или что-то, мне сказали, почему прикол это снимать, если ты ничего не рассказываешь, ничего не знаешь? Так я и приехал, тоже ничего не знаю, чтобы посмотреть. Вот, и возможно, возможно, узнать. Евангелическая лютеранская церковь. О, нашел, кстати, инстаграм их. Внутри попая закрыта, тут вон, сегодня она будет закрыта. Короче, решился отмыл на карте от месяца. У меня есть локацию, и по итогу получилось так, что я почему-то навернул просто круг. Я пошел, свернул круг к церкви, потом пошел дальше и пришел обратно к вокзалу. Продолжаем мы к нашей гулянке, вышли уже к другому кому-то храму, уже к нему не подходил, он, кстати, открыт. А вот, тут такая вот штучка. О, прикольно, на него, кстати, ворона сидит. Не знаю, видно вам или нет, сейчас попробую подход снять. Пока меня Гродно очень даже и радует, даже и погодка меня радует, что не очень жарко, а вот ветерок, надеюсь, он вам не мешает. А вот пока очень приятнее гулять. Небольшие улочки, людей немного, ну, как-то утро сейчас, вот. И идешь, вроде, знаете, с одной улочкой красиво на другую. Вот пока Гродно, Гродно оправдывает все мои ожидания. Но посмотрю, что дальше, когда я доберусь до центра. Что-то я шел, шел, шел и вышел на какую-то большую улицу. Я только не понимаю, почему это, наверное, какая-то главная дорога. Такая, знаете, большая пространство, ничего здесь по факту нет. А, автовокзал, а я думаю, еще такая большая дорога. Короче, я решил немножко смухлевать, смотрите, какую штуку. Стырил в какого-то около отеля карту. И тут отмечены все достопримечательности. В принципе, они все по одной улочке. Сейчас пойду возьму кофею и пойду обратно. Там вот всякие там замки, церкви, все вот это вот штука. Кофе бамбл взяли, в принципе, все. К путешествию готовы. Я так немножко сориентировался. В принципе, у нас все, все такие места будут по одной улице. То есть, нам по факту вон туда идти и все-все-все будет там. Я уже говорил, что всякие церкви, замки. Вот, где-то там набережная. Короче, тэпим, будем смотреть, что там интересного. И не прошло пяти минут. Мы с вами вышли, в принципе, на такую улочку. Вот тут уже сразу какая-то церковь. Но к ней, я не понимаю, могу понять, как пройти, чтобы даже вам поближе поснимать. И на другой стороне там тоже вот там церковь не видно. Оп, людям, я не мешаю пройти. Там еще одна церковь, сейчас пойду, поснимаю. Я очень приятно удивлен. Так, что тут такое интересненькое за стеклом? Хочу глянуть. А, смотрите. Какое-то искусство. Все, как я люблю. Все, как я люблю. Маленькие улочки, маленькие дома. Пиццерия какая-то. Вот. Маленькие улочки, маленькие дома, вот эти балкончики. Все вот так красиво, знаете, компактно. Вот нету этих, знаете, по между домами разрыв. Я там в одном из видео рассказывал, что вот за все время не понимал, чем вроде в тот же Леоне. Ты идешь, думаешь, вроде здоровенные эти дома. Почему отличается? Потом я понял, что именно расстояние между домами и как-то для меня красиво. Мне нравится, когда все компактно, когда, знаете, вот ты идешь, и вот, посмотрите, вот машина прямо около меня ездит. Дорога, буквально со мной рядом человек уже пройти не мой. Приходится разворачиваться, чтобы все такое пропустить. Возможно, как-то некомфортно. Мне лично и такое нравится. Вот такая вот, знаете, компактность. Вот такие вот улочки, знаете, длинные, которые... Тут, конечно, ничего красивого нет, просто проезд какой-то. Но, чтобы для сути, чтобы вы понимали. Вот. Зашел какой-то дворик внезапно. Это было вообще внезапно. И посмотрите, что здесь творится. Сейчас я вам разверну и покажу. Что-то мне кажется, что это какой-то типа а-ля отельчиков. Потому что, видите, входы всякие такие балконные вон наверху. Но внезапно я все зашел. И внезапно так всего места. Елки. Что-то у меня камера не срабатывала, я уже перепугался. Короче, вот я что-то далека приметил церковь. Она такая, знаете, в бирюзовых цветах. В бирюзовом цвете. Вот. Вот она сзади, блин, она огроменная. Не могу вам подснять. Сейчас где-нибудь найду вход. А, вот в принципе, он тут вход и есть. И сейчас, наверное, с вами туда и отправимся. Ребят, зашел я в храм. Он тут, конечно, очень красивый. Так вот, знаете, все в золотых таких цветах. Потолки без всяких мозаики, не раскрашены. Ну, вы сами знаете, я не разбираюсь. Поэтому, не знаю, возможно, тут и не должны быть раскрашены. Попросили меня снимать. Как бы не заходить на ту территорию. Снимать именно здесь можно. Поэтому будем соблюдать правила. Поснимаем вам отсюда. Сейчас, как-нибудь так, каких-нибудь уголков ракурса возьму. Да, поснимаю вам. Ну, что, ребятня, отснимали мы церквушку базилика цедралис. Казедралис, короче, вот, сами прочитайте, как это правильно. Ну, базилика. Все, что я могу сказать вам. Идем дальше. Что будет у нас по маршруту, я пока не знаю. Даже не знаю, надо будет свериться с картами, что здесь еще рядышком есть. И, в принципе, пойдем дальше с вами гулять. По карте я вроде как сориентировался. Если я правильно сейчас понимаю, куда мне надо идти, мы будем идти прям по дорожке, вдоль которой всякие там все эти достопримечательности. Поэтому, если я не полный кретин, то мы сейчас красивенько пройдемся. Что мне нравится, находить, знаете, вот такие вот, заходите в каком-нибудь двор и находишь вот такие вот маленькие, типа, какие-то жилые места. А вот, тут лесенка, квартирка. Смотрите, окна-то, в общем, прям со мной. Это, конечно, не жилое, тут уже никого нет. Тут все заброшено, но... Ага, вам ничего не видно. Какой раз убедился, что с меня картограф... Вот, потому что я опять не в ту сторону шел. Я шел, 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 и понял, что вообще какой-то я вышел. Оттормозал какую-то девушку. Слышу, помогите мне разобраться по карте. Показал ей карту. Говорит, там вы не пройдете. И мне надо было совсем в другую сторону, и я даже не по той улице шел, по которой я думал. Но, зато мы с вами нашли красивый дворик. Вот, по крайней мере, мне он понравился. Как будет на видео, не знаю, но... Визуально красиво видел. Вот, синагогу за спиной. А он, внезапно на нее вышел. Какую-то здесь пожарную станцию с такой штукой. Она, кстати, тоже на картах отмечена. Вот, не знаю, музей это или не музей, но пожарная точно. Короче, это пожарная часть. И внезапно здесь вышел вот этим... Ну, чуть дальше там. Старые и новые замки. То есть сейчас пойдем с вами в музей. Сначала будет старый, наверное, потом в новый. В принципе, я блуждал-блуждал. Решил на карту плюнуть и просто своим ходом ходить. И как-то само дошлось. Ну что, ребят, за моей спиной старый замок. Вот он так вот выглядит. Сейчас пойду. Я не знаю, вход в нее платный, не платный. Посмотрим. Проник я на территорию старого замка. Билет здесь стоит 9 рублей. Там вроде можно как брать гида, но вы знаете, у вас гид это я, который ничего не знает, но поэтому будете слушать мою информацию, которую вам преподношу я. А захотите услышать все подробно и точно, приедете сами. Ну что, погнали. Мы находимся в покоях королевского секретаря. Что я могу сказать? Делать ему тут было нечего. У него есть кровать и стол, и сам секретарь. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас я нахожусь в королевской купальне. Это все такое, знаете, из дерева и пахнет как купание. Поднялся я на смотровую верхотуру. Тут, конечно, сильный ветер. Но здесь очень красивый вид открывается вообще на город, на вот эту часть, это река Нема, наверное. Чтоб многие не река Нема. А дальше сами гадайте, она это или нет. Ну что, ребятни, вышел я из старого замка. Ну, практически вышел. Что могу сказать? Не знаю, я говорил наверху, но запишу заново. Что могу сказать? Честно говоря, очень скудненько. Скудненько, скудненько. Вот смотровая площадка наверху, в принципе, в принципе, все вытягивает. Типа, как-то, знаете, и по ассортименту какого-то такого, значит, исторического, как-то маловато и как-то пусто. И, знаете, видно, что реконструкция была. Все вот как-то не то. Как будто ты пришел в обычный музей, в обычное здание, кто-то снял помещение и, типа, туда поставили эти манекены и все. То есть, очень-очень скудненько. Типа, так для общего можно, но я даже вот если шел, там люди, многие тоже как-то так немножко возмущались в этом плане. Немножечко отклонимся от наших экскурсий. Я тут вышел напередых. Короче, смотрите картину. Тут, короче, уборщиков просто метут штук восемь, да, метут дорожку. Все вместе. Пришла их голова, дала трензюлей всем, так они все ругаются и метут просто дорогу. Вот это значит. А так, знаете, посмотрите, здесь человек сидит, один метет эту дорожку, а то, видите, работает. Так, ну что, пришел я на территорию нового замка. Он по размерам больше, надеюсь, и поинтереснее будет. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok то есть разные экспонаты с разного 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 времени с разных веков все здесь вот как бы есть вот как бы такой знаете классический музей когда где все подряд то есть по большей части по большей части если вы там знаете по музеям ходите что-то конкретного вы не узнаете нового вот но есть какие-то короче вещи которые относятся непосредственно грот понятно что эти вещи были найдены здесь или где-то в этой области типа это все понятно но вот именно как бы знаете как вам правильно это объяснить как бы по истории типа знаете оно как-то все как бы как и везде вот типа вот это там стрела она была найдена в земле здесь вот типа вот как бы вот знаете поедете в другое место там типа в мирский вам скажут вот смотрите вот еще стрела она была найдена вот в этом мирском замке а визуально они принципе ничем отличаются, типа знаете, как бы к одному веку, ну не знаю, как-то, может быть я не прав, может что-то я не знаю, но вот как-то такое вот у меня вот какое-то понимание всего этого, вот. И расскажу вам про такой небольшой такой, знаете, случай, где себе денежку тянут. Ты проходишь, там есть выставки, есть выставки, которые отдельные. Я пошел, не пошел вы на выставку, там эти камни, там все эти, знаете, именно украшения, типа с янтаря, вот такой вот. Такой я уже не пошел, мне интересно было. Пошел, обошел весь основной музей и был дальше, я смотрю, там картины такие стоят. Начинаю только картинам идти, что я хотел больше всего посмотреть, это картины, вот. Начинаю картинам идти, мне такая женщина тормозит, говорит, степ, там картинам нельзя, я говорю, там отдельная конкурсия, она говорит, да, я говорю, там картины, она говорит, да, 4 рубля стоят. Иди, я пошел на кассу, покупаю эти 4 рубля, захожу, там есть три картины, зал и там, знаете, вот старые такие, как советские вещи, там тоже как-то все вперемешку, вот. Такой небольшой зал, мало экспонатов, я такой, типа, а где картины? А по факту, картины там и не было, то есть, грубо говоря, она мне не сказала, я такой, типа, зашел, по факту, мы бы даже не хотел, вот. Ну, такой, знаете, финальный, типа, последнюю денежку вытянули. Перекус. Наелся, объелся, меня уже даже на сон потянуло. Что хочу сказать, Гродно мне очень нравится, типа, все-таки, знаете, маленькая, компактная, такое, приятненькая, знаете, яркая, не серая, вот, слушай, мне нравится, только что и подумал, вот. Как-то, знаете, и глаз, и душа радуются, очень приятно, на самом деле, здесь находиться, прям разгружает нормально, вот. Куда дальше, пока не знаю, надо как-то посидеть. Вроде еще посидел, поел, но пока это не уложилось, у меня аж на ходу еще и дух отарывается. Сказать, я немножечко почилил, посидел, подзарядил гаджеты и, кстати, прошел дождь, вот. Солнышко вышло, можно, в принципе, идти дальше на прогулочку. Я надеюсь, вот эта вот туча идет не опять сюда, а то все попортит, все наше гуляние. Что-то ветер дует прямо мне в лицо, а там эта туча. Надеюсь, ничего не помешает, потому что в планах еще сходить на пешеходную улицу, если бывает, где она? На дождь. Решил я немножко не придерживаться маршрутов, типа, а по классике нашей просто сворачивать на любые переулки-заулки. Тут парк, и, как я понимаю, это парк, который такой, какой-то из этих парков я прочитал, блин, я пытался прочитать, и ничего не запомнил. Парк, и он, в принципе, прямо до вокзала идет, я его еще около вокзала видел. Но, я что подключился, я нахожусь на площади, вот, видите, большая площадка, площадь, не знаю, не факт, что это центр, потому что там была еще одна площадка. Память Литк-Ленина, какое-то здание администрации, или что-то еще, типа, ну, что-то в этом роде, потому что там герб, флаги. Даю вам три секунды назвать в комментариях название этой площади, это прям легчайший вопрос, скорее всего. Я не знаю, как правильно это будет, неправильно, но ваши варианты мне вот интересны просто, что будет, вот, три секунды вам. На мой взгляд, эта улица называется либо какая-нибудь типа Ленина, улица Ленина, либо революционная какая-нибудь, либо советская еще может быть называться. Центральная, не факт, но также может называться еще и центральная, если она центральная. Вот. Но, я думаю, первый вариант, какая-нибудь площадь Ленина, это именно она. Думаю, во всех городах, ну, по большей части таких, по крайней мере, крупных, вот такой вот, знаете, задний вид будет. Типа, стоит Ленин, или сидит, или еще что-то делает, либо голова Ленина. Задний вот такой вот, знаете, здание администрации, которое прямо выглядит вот так вот. Думаю, вот каждый подтвердит, что в его городе есть что-то подобное. Ну, я так думаю, потому что в Минске у нас есть площадь Якуба Колоса, там что-то похожее, вот прям похожий вид. Где у нас еще есть похожее? Опа, 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 а то сейчас у всех есть, и никого такого нету. Думаю, вот такая арка в виде сердца, и тут проходила девушка и сказала, это колокол, нет, вот этот. Типа, на удачу. Дарю удачу вам. Всех удачей. Какое здание нашел, мохнатое. Блин, очень красивое здание, оно необычное, внезапно я его обнаружил. Блин, прикольно. Интересно, что это такое? Давайте попробую почитать. Головный корпус, это вообще какой-то, скорее всего, university. Блин, отсвечивать не вижу, ребят. Блин, плохо видно, не подскажу вам. О, нашел. Это, короче, медицинская академия Або или палат Шацверкцинских. О, Шацверкцинских. О. Ходил, бродил кругами и все-таки дошел до пешеходной этой улицы. Хотя пришлось парочку кругов мне навернуть. Честно, хочется, чтобы немножко потемнело. Потому что тут всякие, видите, огоньки сверху висят. Но пока ничего не горит. И будет прикольно смотреться, когда, знаете, заработают всякие там ресторанчики. Не факт, что будут люди сидеть, у меня прохладно. Но, как такое, знаете, чтобы добавилось немножко атмосферности. Не знаю, насколько велика эта улица. Но пойдем просмотрим. Может быть что-то интересненькое. Что меня удивляет, вот сразу удивило, вроде Гродно. Это не столица, знаете, такое, типа, около границы. Такой, знаете, старенький город, типа. Но суть в том, что здесь не так много стариков. Здесь очень много молодежи. Вот сколько я шел, наверное, стариков везут только около автовокзала на рынке. Все. В основном здесь, типа, парочки, либо просто молодые люди гуляют. Короче, все отдыхают. Ну, прикольно. И внезапно, на самом деле. Блин, камера так не передает, честно. Людей много идет. Просто они, как-то, знаете, кучками переходят. Так, тут немножко темновато. Вернулся я на пешеходную улицу. Уже, видите, потемнело. Я вернулся. Посмотреть, как сегодня еще движуха идет. Сегодня, конечно, будет не день. Но людей, в принципе, более-менее многовато. То есть в кафешках сидят. Сейчас здесь прохладно еще какой-то ветер дует. Вот. Немножко мерзловато, наверное. Там был мне переодеться. Я делаю штаны. Что я, в принципе, не сделал. Все взял с собой. Вот. Уютненько, честно. Вот вечером идешь. Честно. Вот от какого-то там европейского города вообще никак ничего не отличается. Типа вот именно вот эта вот улица. Не знаю, сейчас как буду еще идти ему. Там другие какие-то места будут такими же. Но здесь, в принципе, отличия не вижу. Смотрите. Только, конечно, людей мало. Что-то я думал, много нет. Как-то немножко подрастает. Ну, холодно стало. Вон, смотрите, как все. Улочка тоже небольшая. Я прочитал, она вроде около 500 там, вообще, метров. Но было бы там побольше, знаете. Вот как, не знаю. В той же Риге. Вот, например, заходят в эти районы. Вот. Я сейчас буду обратно идти. Буду смотреть, как ночью. Ну, именно в темную тему. Вот так же самое будет выглядеть. Ну, здесь прям вот уютненько. Очень приятно. Вот. Вспоминаю сразу Леон. Когда, знаете, помните, мы с вами в ночном Леоне гуляли. И эти кафешки. Тут, конечно, не такая движуха. Нет этих, значит, звуков. Лампочки не включили вот эти сверху. Хотя я надеялся, что они включат. Будет такой, знаете, красивый вид. Но все равно. Мне Гродно прям вот очень хорошо зашел. Прям очень-очень. Не ожидал такого. Продолжаются наши походы по Гродно. Сегодня отправляемся домой. Теперь буду заранее на вокзал. Вот. Хочу в камеру хранения какие-то вещи поскидывать. Потому что немножко тяжеловатый портфель. Вот. И куда-нибудь еще сходим, где мы вчера с вами не были. Вот. Хотел взять все-таки кофе. Но кофейня, которая была около меня, технический перерыв. Не стал ждать. Потому что неизвестно, сколько там будет волтебаться и ходить. И ждать. Поэтому надеюсь, что мы по пути встречу. Какую-нибудь кофейню. Отправляемся сейчас на вокзал. Ну и в поисках кофейни пока. Сгрузил я ненужные вещи в камеру хранения на вокзале. Отъезд у меня будет где-то плюс минут 7 вечера. Поэтому у нас еще есть часов 5-6 погулять по Гродно. Хочу в портфель покататься на колесе обозрения. Вот. Взял наконец себе. Не бамбал. Это, кстати, какой-то фирменный. Типа кофе. Микеланджело. С ананасом. С какой-то еще грудой. Ну типа а-ля тоника. Но с разными штуками и дрюками. Вот. Короче, пойдем. Типа кофе. Там есть колесо обозрения. Прокатимся. Поснимаем вам с птичьего полета, как говорится. Вчера здесь проходили возле этой церкви. Еще когда приехали. Но я подумал, что вчера она вроде как закрыта была или нет. Думаю, почему нам сейчас не зайти. Давайте посмотрим, насколько красиво там. а вот. У-Ля-Ля-Ля-Ля. У-Ля-Ля. Заходим. Продолжение следует... 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 До кого легла я до вокзала. У меня буквально минут 20 и будет уже у меня отправочка. Вот. Устал. Еще и вымотала погоду немножечко. Что-то я еду, бесит то, что люди могут сесться, все идут куда-то и идут, идут, и тут приходится время разворачиваться, чтобы пропускать их, то это небольшое слишком. Что, ребят, вот я и вернулся домой, где-то, наверное, часа полчетвертого или четыре, вот такой вот у нас с вами путешествие получилось, честно скажу, от Гродно более чем доволен, прям очень-очень-очень-очень понравилось, устал, конечно, как черт еще и сгорел, блин, все лицо тянет, фу, буду ложиться отдыхать, завтра мировой день, как-никак, вот, поэтому, надеюсь, вам видео тоже понравилось, До скорых встреч!